Добрый вечер, Аркадий. Здравствуйте, говорите. Да, 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 вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Аркадий Павлович, вы человек года, поверьте, из журнала «Тайм». И смотрел уж по этому поводу репортаж с Кабеневой. Да, очень много лет там она сказала. И меня, знаете, добивает события 1975 года, когда покойному Сахару, Судили Нобелевскую премию, сколько было грязи и негатива в отношении Андрея Дмитриевича. И точно такой же эпизод через 43 года по поводу награждения имени Сахарова-Судилицова, когда по Первому каналу отдельно снова репортаж награждения и одновременно поливали грязью и нестерпятую процедуру Ильцова. Ваши комментарии по этому поводу. Спасибо. Да, спасибо. Ну, слушайте, это такая страна зацикленная. У них там есть несколько точек. Вот они полоскали Сахарова, потом ставили ему памятники, носили на руках. Сейчас опять полощут Сахарова. Потом, я, знаете, я в связи с этим вспоминаю даже не Сахарова, я вспоминаю Политковскую. Сколько на нее было вылета грязи. Господи, как же ее только не полоскали. Самая главная претензия к ней была, что Политковская никакой не журналист. Сейчас именем Анны Степановны называют площади по всему миру. Но в России все равно по-прежнему полощут, конечно. Вот я вам обещаю, я вам гарантирую, что через 20 лет они будут ставить памятники... Ну, не дай бог, конечно же, но Сенцов там станет народным героем, и они будут называть его именем улицы и ставить памятники ему еще при жизни. Я вот это хотел сказать. А потом еще через 20 лет начнут полоскать. Поэтому, что там происходит... Это Сельскобеева моя любимая. Я скачал себе этот репортаж. Не репортаж, а этот выпуск. Положил его в отдельную папочку и время от времени пересматриваю. Потому что это надо изучать как жизнь глистов, понимаете. Это жизнь насекомых таких, жизнь вот этих вот уховерток, которые там во всем этом чем-то возятся и брызгают ядом. С точки зрения энтомолога это ужасно интересно, конечно.